Дорогие друзья, всем здравствуйте! И сегодня мы продолжим интереснейший курс «Как восстановить вашу потенцию, ваше либидо». Да-да, сегодня у нас с вами шестой урок. Если вы не смотрели предыдущие уроки, обязательно это сделайте. Вы точно не пожалеете, потому что в каждом уроке максимально рассказывала полезную информацию и давала действенные, очень действенные рекомендации, которые вы могли применять уже сразу же после прослушивания. Сегодня мы продолжим. Сегодня мы поговорим на тему, которая, безусловно, беспокоит очень-очень многих. И сегодня мы в целом поговорим о том, как физическая активность влияет на твою потенцию. С одной стороны, тема очень простая. Да, и каждый из вас скажет, да, что тут говорить, тут и так всё понятно. Зачем вообще в целом говорить про физическую активность, если нам это и так ясно, что я везде говорю, что нужна физическая активность. Но многие-то в это не верят. Это хорошо, если вы в это верите, и вы слушаете данные рекомендации, что физическая активность должна быть, что она должна быть регулярная для того, чтобы поддерживать ваши либидо, для того, чтобы поддерживать ваше здоровье, для того, чтобы поддерживать вашу потенцию. Но, к сожалению, многие в это не верят и говорят, ну, у меня вот отец никогда не был суперактивным, да, никаким спортом не занимался. Но, тем не менее, у него была хорошая там потенция, хорошая либидо. Ну, сразу здесь хочу сказать, что, во-первых, вы точно об этом не знаете, потому что вряд ли вам в детстве отец говорил, ты знаешь, сынок, а у меня вот не очень хорошая потенция, да. И, во-вторых, ну, соответственно, сейчас раньше было больше работ, когда мужчины двигаются, какая-то физическая активность, да, то сейчас всё-таки век более сидячих, я бы так сказала, работы. Многие мужчины именно по своему роду деятельности больше сидят. И из-за этого мы видим серьёзнейшие застойные явления органов малого таза. Это тоже такая достаточно серьёзная причина. Поэтому давайте сегодня обсудим, действительно ли есть такая связь между спортом и твоим либидо, и твоей потенцией, и как эту связь можно, соответственно, установить, как всё-таки с помощью спорта стать более активным, более с хорошим желанием и с хорошей потенцией. Да-да, друзья, это возможно. Ну, немножко повторюсь. Кто со мной не знаком, я очень рада с каждым из вас сегодня познакомиться. С вами Ольга Придухина, врач, акушер-гинеколог, уролог, врач ультразвуковой диагностики. Являюсь преподавателем высшей школы, оперирующим врачом. Также активно, специально для вас, мои дорогие зрители, занимаюсь такой образовательной деятельностью с помощью контента. На сегодняшний день в Ютубе насчитывается более 680, тут уже немножко устарели данные, обязательно к следующему уроку поменяем их, 680 тысяч подписчиков. Тик-Ток буквально вчера смотрела более 470 тысяч подписчиков, запрещенная социальная сеть, которую мы не называем, но все понимают, о чём речь, более 150 тысяч подписчиков. Телеграм более 18 тысяч подписчиков, и на сегодняшний день уже 5 изданных книг. Как раз таки, помните, если первые уроки смотрели, я вам говорила, что скоро выйдет моя пятая книга, как раз у меня скоро день рождения, у меня такой подарок на день рождения, как раз таки пятая книга о промужское здоровье, про то, как поддерживать потенцию, как влиять на эрекцию. И книга в том числе содержит элементы уроков, которые вы смотрите. И, соответственно, очень-очень полезная. Как она будет в печатном варианте, я обязательно вам её представлю. Так вот, уже автор пяти книг, одна из которых стала бестселлером на Озоне. Также являюсь разработчиком и создателем препарата, я считаю, на мой взгляд, потрясающего для мужчин мужская мощь и мощь, доктор Ольга Придухина. Ежедневно получаю от вас отзывы, за что вам крайне благодарна. Отзывов очень много по поводу мужской мощи. Очень эффективный препарат. Мужчины, кто принимают, уже чувствуют потрясающий результат. Чуть позже немножко расскажу про препарат. Ну, давайте всё-таки, если тем более вы только увидели данный урок, тем более очень важно разобраться, что такое эректильная дисфункция. Кто, соответственно, со мной уже знаком, вы наверняка скажете, что всё без проблем, мы это всё уже слышали. Но, тем не менее, друзья мои, один мой подписчик написал, спасибо, что вы так много говорите про эректильную дисфункцию. Я стала замечать симптомы, как увидел первые симптомы, о которых вы часто говорите, пошёл к врачу и предотвратил серьёзное развитие осложнений. Так вот, эректильная дисфункция очень-очень широкое понятие. Под этим понятием мы, соответственно, подразумеваем многие аспекты. То есть это не только проблема с потенцией, а здесь мы можем говорить про короткий половой акт или, наоборот, про достаточно длинный половой акт, невозможность завершить нормально половой акт, и, соответственно, невозможность вступить в половой акт. Всё это является также очень сильной психологической проблемой, что приводит к проблемам в отношениях с женщиной, нередко разрушает брак и становится причиной возникновения разных комплексов, которые возникают у мужчин. Ну, давайте быстренько пробежимся по симптомам эректильной дисфункции. Их достаточно много, да, очень, ну так, достаточно много. И сюда мы относим, сюда мы относим именно невозможность вступить в половой акт, потенция крайне слабая, что вроде бы в половой акт вступаете, но невозможно его быстро, ну, как бы поддерживать половой акт, закончить половой акт, или, наоборот, достаточно быстрое окончание, такая преждевременная эукуляция. Об этом мы тоже должны помнить. У меня, кстати, на YouTube-канале недавно вышло видео про то, как снизить чувствительность полового органа, чтобы не было вот этой проблемы, такого очень быстрого полового акта. Поэтому, если вы у себя заметили, соответственно, вот один из этих симптомов, нужно уже обращаться к врачу и сделать это как можно раньше. Это важно очень. Какие рекомендованные уровни физической активности для мужчин? И здесь вот мы специально поставили знаки вопроса. Почему? Потому что зависит безусловно от состояния здоровья мужчины. Первый момент. И я хочу, чтобы вы понимали, встречаюсь с тем, что сейчас огромное количество фитнес-центров, раньше столько не было, и достаточно доступные цены, что вы можете купить годовой абонемент за небольшие деньги, где есть и бассейн, и тренажерный зал, и сауны, и различные групповые занятия, и боксы и так далее. И вот здесь многие мужчины, которые никогда не занимались спортом, говорят, сейчас всё, сейчас мы накачаемся, сейчас мы станем качками, сейчас мы станем суператлетами. На многобеговых мероприятиях я тоже бегаю, и часто вижу, что, допустим, когда бежишь, бежит мужчина с очень сильной одышкой, с очень сильным сердцебиением. То есть я по его одышке понимаю, насколько большая сейчас тахикардия, насколько сейчас страдает организм. Поэтому очень важно подбирать именно физическую нагрузку конкретно для вас. Если у вас есть проблемы с сердцем, если у вас есть проблемы с почками, если у вас есть проблемы, связанные с повышением артериального давления, нагрузки, безусловно, физические должны быть. Спорт должен быть, но он должен быть именно подобранный специально для вас. что есть мужчины, у которых уже было спортивное прошлое, допустим, в детстве занимались борьбой, занимались лыжами, занимались плаванием, опять же, условно, видов спорта много. Конечно же, мужчинам будет легче войти в какой-то определенный спортивный график даже через 10-15 лет. Но если вы никогда ничем не занимались, уже имеете какие-то определенные проблемы со здоровьем и вдруг решили там, ну, условно, да, опять же, в кавычках, покорить Эвересту, этого делать не нужно. Я говорю о правильном подборе физической нагрузки, именно о правильном. Нужно подходить с умом, нужно контролировать свое сердцебиение, показатели крови, обязательно, показатели сердечно-сосудистой системы, да, для того, чтобы, с одной стороны, вы хотите, там, как часто, да, плакаты сейчас, бегом от инсульта, бегом от инфаркта, это все прекрасно, да, ну, когда все делается в меру и, соответственно, под контролем тренера, под контролем врача, а не когда вы решили, а что мне не пробежать 10 километров, это фигня, и когда смотришь, очень видно хорошо, когда бежит подготовленный человек и неподготовленный, когда вы чувствуете, что у вас начинается сильнейшая тахикардия, что пульс превышает 180, когда вы чувствуете, да, излишнее какое-то сердцебиение, излишнюю одышку, вы бежите неправильно, вы тем самым уничтожаете свой организм, поэтому этого делать не стоит, и ставить себе какие-то вот цели, опять же, необоснованные, да, что я сейчас приду на турнир боксерский, потому что я посмотрел тысячу раз разные турниры по боксу, и всем там набью морду и выиграю этот турнир, я бы здесь этого делать не рекомендовала, то есть, поэтому для каждого из вас, с учетом вашей подготовленности, учитывая ваши заболевания, мы будем подбирать именно ту физическую активность, которая вам необходима на сегодняшний день, это тоже важный аспект, то есть для этого нужно пройти чекап, да, небольшое обследование, у меня есть, кстати, один из уроков, где мы говорим про обследование, которое необходимо пройти, вот в принципе его достаточно, добавить только там, допустим, УЗИ сердца с нагрузочной пробой, да, посмотреть, все ли хорошо сердце, контроль там артериального давления и так далее, соответственно, если вы не занимались спортом, начинать потихонечку, потихонечку входить, какие-то небольшие разминочки, небольшие пробежки, возможно, на дорожке, возможно, в тренажерном зале, все это очень аккуратненько, и вот так вот постепенно, постепенно входить в спортивный режим. Если вы уже достаточно такой заядлый спортсмен, не буду говорить профессионально, именно заядлый, да, то тогда, соответственно, вам здесь будет легче уже подобрать себе нагрузку, вы знаете, соответственно, какая нагрузка вам нужна, что вам подходит, что нет. Но и здесь все, что касается спорта, я крайне рекомендую, соответственно, взять тренера, да, обязательно, или взять консульдацию тренера, который вам распишет график тренировок. Сейчас это можно сделать и в спортзале, можно и онлайн, да, за небольшие деньги заказать этот план тренировок. Хороший профессиональный тренер тренер обязательно спросит, во-первых, что вы хотите, во-вторых, расспросит все о ваших заболеваниях, попросит вас сдать необходимые перечень анализов, и после чего будет рекомендовать вам тот или иной план тренировок. И подходим только так, потому что, к сожалению, для некоторых спорт выходит очень-очень плачевно, да, особенно когда пытаетесь взять какие-то большие нагрузки. Поэтому вот здесь нужно быть максимально аккуратными. Соответственно, ну, в целом, да, такой, я бы сказала, общий слайд. Что же, для чего, преимущества, какие же преимущества мы с вами увидим при физической активности? Ну, безусловно, первый момент – это контроль метаболизма, контроль лишнего веса. Это безусловно, да. Соответственно, будет стимулироваться обмен веществ, улучшается общая физическая выносливость, и, конечно же, происходит психологическая разрядка. Множество исследований, которые были проведены на эту тему, уже доказали, что как только вы начинаете заниматься спортом, даже если у вас очень такая напряжённая работа, вы постоянно находитесь в стрессе, вас постоянно всё нервирует, вам всё постоянно не нравится, как только вы начинаете заниматься спортом, вы становитесь более спокойны, вы становитесь более уравновешены, и вы лучше переносите стрессы. Да, это уже, так сказать, научно доказанный факт. Соответственно, сжигание лишних калорий. Соответственно, метаболический синдром ведёт к развитию различных заболеваний, онкологические заболевания, мочекаменная болезнь и многие-многие другие, и сахарный диабет. Соответственно, физические нагрузки способствуют повышению уровня тестостерона, ответственного не только за либидо, потому что на сегодняшний день всё-таки приписали тестостерон равно либидо, но это в целом тестостерон, это такой гормон жизненного тонуса организма. Да, я его называю гормон достигаторства, когда мужчина куда-то стремится, и у женщин то же самое происходит, потому что у женщин также вырабатывается тестостерон, просто в более меньших количествах. Когда вы куда-то двигаетесь, стремитесь, ставите цели, вам хочется больше зарабатывать, вам хочется, я не знаю, улучшить жилищные условия, вам хочется там продвигаться по карьере, и за все эти ваши желания, за вообще в целом ваше вот это желание к жизни, желание двигаться вперёд, добиваться успехов, как раз-таки ответственны, в том числе тестостерон. Дальше, конечно же, регулярная физическая активность является очень важным фактором в сексуальной жизни, в том числе развитие рака предстательной железы. Ну как, здесь всё взаимосвязано. Нет спорта, появляются застойные явления, появляются проблемы с простатой, и в том числе может развиться рак предстательной железы. Тренировки выделяют гормоны счастья и удовольствия. Сейчас вы мне скажете, да, это не так. После тренировок, какие там гормоны удовольствия? Я весь убитый, я весь плохо себя чувствую, мне вообще очень-очень плохо. И здесь вы не правы. С одной стороны, вы вроде бы такие у вас ощущения, но вспомните, когда вы помылись, вышли из зала, и чувствуете себя вот таким расслабленным, потому что гормоны выделяются, дофамин, эндорфины, которые являются антидепрессантами. Соответственно, они помогают улучшить когнитивные способности, память, внимание, общую работоспособность повышают, и вы чувствуете как раз-таки вот такое прекрасное чувство, прекрасное расслабление. Регулярные спортивные нагрузки улучшают качество сна, это безусловно. Ну и, конечно же, здесь мы говорим про самодисциплину. Это, безусловно, улучшение концентрации, регулярность, залог успеха. И, кстати, если вы посмотрите интервью многих-многих успешных людей, они как раз-таки говорят про то, что у них у всех есть спорт. Опять же, абсолютно разный. Кто-то, соответственно, как я уже говорила, плавает, кто-то занимается боевыми искусствами, кто-то занимается лёгкой атлетикой, кто-то играет в теннис, кто-то бегает на лыжах. Но, тем не менее, залог успеха вот в этой вот самодисциплине и в улучшении концентрации. То есть вам надо приехать, вам надо точно доехать, вам надо отзаниматься. Почему я ещё часто своим пациентам рекомендую нанять тренера? Потому что, когда вы сами едете, то здесь у вас уже такое право выбора. Вот сейчас я не приеду, ну, в принципе, ничего же не будет, я ничего не теряю сильно. А когда вас уже ждёт тренер, он уже, если вы не придёте, спросит, дорогой, а где ты находишься, почему ты не пришёл, да, и вы теряете как минимум на этом деньги, что вы заплатили за тренировку, а на неё не пришли, да, или тренер попросит вас её оплатить. Поэтому тоже очень хорошо развивает самодисциплину. Ну, риски, связанные с малоподвижным образом жизни, я думаю, что многие из вас и так знают. Соответственно, это застойное явление органов малого, таза, вообще застойное явление в целом в органах и системах доказано уже, да, что люди, которые меньше занимаются спортом, больше страдают теми или иными хроническими заболеваниями. Здесь же всё цепляется как бы друг за друга, да, как вот вышивки, стишки, один цепляется за другой. Почему? Потому что когда вот то, что мы выше перечислили, да, соответственно, это и лишний вес, это проблемы с метаболизмом, проблемы с сосудами, проблемы с внутренними органами, застойные явления, отсутствие любого настроения, гормональные сбои. И вот вам, пожалуйста, человек уже чувствует, и мужчина себя абсолютно по-другому. Ну, такое мое любимое выражение, это всё-таки как раз-таки без тестостерона каши не сваришь. Как я уже сказала, вырабатывается этот гормон и у мужчин, и у женщин. Тестостерон своего рода ребро Адама. Это не только главный мужской гормон и предшественник основного женского гормона эстрадиола. Тестостерон существует в свободном и в связанном виде. Соответственно, Слышали ли вы когда-нибудь такую фразу, что лысые мужчины обладают повышенной сексуальностью? Соответственно, Но здесь тестостерон достаточно очень большой у мужчин, но который связанный тестостерон будет очень маленький. Поэтому не очень хорошо к такому выражению прислушиваться. Но тестостерон нам нужен, как я уже сказала, это гормон очень яркий, который заставляет тебя не только, мы говорим про потенцию, эрекцию, либидо, хотя это одни из таких очень важных факторов в жизни мужчины, но и для того, чтобы вы двигались дальше, для того, чтобы у вас было желание работать, желание добиваться успехов, для того, чтобы вы двигались вперед, зарабатывали и не раскисали в прямом смысле этого слова. Ну, приведу пример. Мужчина, у которого очень сниженный уровень тестостерона, это мужчина обычно с увеличенными молочными железами, голос, похожий больше на женский, с огромным животом, да, сейчас много в литературе описывают вот эту жировую прослойку как спасательный круг именно, да, потому что в области талии будут большие такие жировые отложения, и у него апатия, он приходит с работы, ему хочется поесть такого всего точнее вкусного, но не полезного, да, очень жирного, хочется, очень много углеводов, нет желания общаться с женой, с детьми, главное вот лечь на диван, чтобы его никто не трогал, да, желательно, и там покушать, и, безусловно, какие-то еще алкогольные напитки добавить к своему лежанию на диване. Вот это мужчина очень яркий, с ярким уровнем сниженного тестостерона. И возьмем другого мужчину, который подтянутый, прекрасно себя чувствует, активный, приходит домой, помогает жене, занимается с детьми, у него остается много энергии, да, то есть он все время что-то придумывает, плюс у него активная сексуальная жизнь, да, то есть ему хочется развиваться, ему хочется, там, я не знаю, родить детей, ему хочется больше заработать, то есть он очень-очень активный, вот так вот отличаются мужчины, поэтому именно выражение «без тестостерона каши не сваришь», мне кажется, очень подходит. «без тестостерон» на тестостерон, безусловно, влияет огромное количество факторов. Мы их с вами многократно перечисляли, как я уже сказала, и питание, да, и сон, и физическая активность, все будет очень хорошо влиять на тестостерон, но в том числе многие, когда начинают следить за своим питанием, почему-то отказываются от жиров, считают, что жиры это самое плохое в их рационе, но вы здесь будете категорически неправы. Жиры – это предшественники гормонов, в частности, естественные источники холестерина и насыщенных жирных кислот, такие как авокадо, оливки, кокосовое молоко, рыбий жир, рыба, орехи, вот все, то, что вы видите на экране, стимулирует производство половых гормонов, поэтому вот такие правильные, именно правильные жиры должны быть в вашем рационе. Не надо отказываться от мяса, но опять же, здесь мы не говорим о мужчинах, у кого, допустим, есть определенные особенности питания или религиозные определенные моменты, резопреты, когда нельзя есть один из видов мяса, это другая немножко история, но часто мужчины пытаются отказаться полностью от мяса, сейчас действительно очень много вегетарианцев, причем таких, я не очень все-таки скажу, что разбираюсь во всех видах вегетарианства, но есть вегетарианцы, которые не едят вообще ничего животного происхождения, есть вегетарианцы, которые не едят конкретно там мясо, да, то есть молочка у них может быть, яйца могут быть, но конкретно мясо они никакое не едят, это будет тоже не очень правильно, уже доказано, что употребление говядины, именно речь идет про говядину, отличный способ повысить уровень тестостерона, особенно у мужчин, тоже очень важный фактор. обязательно для того, чтобы поддерживать свое здоровье и свой тестостерон, нужно избегать алкоголя, простых сахаров, что мы относим с вами к простым сахарам? Конфетки, пирожные, тортики, всякие там печенюхи, да, и на мой взгляд для мужчины, который привык вечером пить чай, а я знаю, что среди моих зрителей есть такие мужчины, у которых до сих пор стоит на столе пиалка с какими-нибудь вкусняшками, назовем это так, там могут быть вафельки, печененки, конфетки, мармеладки, все что угодно, вот пока вы с этой пиалкой сидите, что бы мы с вами не делали, особого результата не будет, все, убираем ее, уничтожаем эту пиалку, чтобы у вас ее вообще не было, не покупайте, когда, конечно же, вы приходите и на столе стоит такой, так сказать, пищевой раздражитель, конечно же, вам всегда будет хотеться невольно что-то взять, когда у вас стол, где нет конкретно никаких конфет, печеней, там, чего угодно сладкого, этот сахар в кубиках, убирайте все, пусть спрячьте, чтобы вот вам вытащить, это прям было сложно, куда-нибудь, знаете, на антресоле поставьте коробку с этим сахаром, что уж, ну, если уж так сильно вот приперло, что вы там по лестнице полезли и достали этот там кусочек сахара, ну, чтобы в других случаях не было у вас абсолютно никакого желания соответственно употреблять этот сахар, да, чтобы лишний раз на глаза вам не попадался. Ну, обработанный продукт, их тоже очень много, сейчас, читайте составы, большинство продуктов проходит обработку, особенно все вот эти красивые, с красивыми этими этикетками, яркими ценниками, соответственно, будут очень сильно вредить вам. Ну, и здесь все-таки хотелось бы еще сказать про стресс, опять же, сейчас очень многие врачи, очень многие там специалисты, да, как угодно назовите, говорят про то, что нужно избегать стресса, но, к сожалению, полностью избавиться от стресса мы не сможем, мы должны научиться правильно воспринимать стресс. Во-первых, это прогулки, это время, соответственно, на любимое занятие, то есть хобби, здоровый сон, это какие-то правильные формы медитации, дыхания, если это для вас возможно, да, правильно подышать, спокойно посидеть, закрыть глаза, возможно, включить какую-то более-менее такую спокойную музыку. соответственно, и хочется сегодня вот этим самым уроком сказать вам, что не обязательно становиться там зошником, да, потому что сейчас очень много про это говорится, соответственно, там становиться каким-то закодированным от токсичных людей, да, очень такое модное современное понятие, ломать какие-то социальные стереотипы, но важно именно быть в тонусе, да, чтобы вы были заряжены, чтобы вы себя прекрасно чувствовали, чтобы не было вот такого эффекта постоянного раздражения, постоянно чувства, что вы что-то делаете не так, что вы куда-то не успели, и мне кажется, вот эти факторы, они будут очень-очень важны. Ну, вот теперь перед вами такой мышечный спортсмен, прям мышечный-мышечный, и хочется поговорить о плюсах спортивных упражнений. Соответственно, мы говорим про спортивные упражнения в зале, про гимнастику по утрам, которая действительно несет много пользы. Если вы уже смотрели мои видео, я многократно рассказывала про самые простые упражнения, которые действительно поддержат вас, ваше здоровье, в том числе ваше либидо и вашу потенцию. так, не листать. Ну, первое, безусловно, это регулярные тренировки, стимулируют обмен веществ, улучшают общую физическую выносливость, способствуют психологической разрядке. Сжигание лишних калорий, соответственно, лишние килограммы, это влияние на ваши сосуды, соответственно, провоцирование таких заболеваний, как гипертония, сахарный диабет, ночное апноэ. Ночное апноэ действительно очень страшное заболевание, на мой взгляд, очень такой страшный симптом, когда человек ночью не может нормально спать, он просыпается от того, что умирает, от того, что он задыхается, очень страшное состояние, и если вы у себя уже заподозрили его, что начинается вот это сильное сердцебиение, какое-то удушье, уже нужно все-таки бить тревогу, уже нужно заниматься максимально своими здоровьем. Метаболический синдром, фактор диска развития онкологических заболеваний, проблем с почками, мочекаменной болезни. Ну, конечно же, конечно же, регулярные физические нагрузки способствуют повышению уровня тестостерона, ответственного не только за либидо, но и за жизненный тонус организма. Также способствуют активной сексуальной жизни, регулярная сексуальная жизнь, я напоминаю, является хорошей профилактикой развития рака предстательной железы. тренировки, как я уже, мы с вами сегодня про это говорили, да, способствуют выделению гормонов удовольствия, дофамина, эндорфинов, которые являются естественными антидепрессантами, соответственно, улучшит вашу память, внимание, повысит общую работоспособность. тренировки улучшат качество сна, улучшат, соответственно, самодисциплину, вы сможете прокачать свой навык самодисциплины, если будете заниматься хотя бы всего два-три раза, всего два-три раза, в неделю это уже будет большой, хороший плюс к самодисциплине и будет прокачиваться этот навык. Самодисциплина в спорте станет основой для повышения эффективности в повседневных делах и рабочих задачах. Соответственно, профилактика вот хочется сегодняшний урок подытожить так. Первое, если вы еще не прошли необходимые анализы, обязательно посмотрите урок, он отдельно в плейлисте на YouTube канале выложен, если нужно, я его дополнительно вам еще раз продублирую, очень важно сдать перечень анализов. Обязательно начинать заниматься спортом. Это могут быть хотя бы прогулки по улице, ходите, нахаживайте эти 10 тысяч шагов, сейчас и телефоны эти 10 тысяч шагов считают, и фитнес-браслеты, и умные часы, все вам считают шаги, пожалуйста, любой способ считайте шаги, ходите по лестнице, хотя бы откажитесь от лифта, выполняйте дома простую гимнастику, да, у меня на канале выложены упражнения, то есть это приседания с ногами на ширине плеч, это, соответственно, движения круговые тазы, для того, чтобы улучшить кровообращение, соответственно, в органах в органах малого таза, следите за питанием и за алкоголем и курением, если вы курите, это большой риск наносит вашим сосудам, если вы употребляете алкоголь, это большой риск, также для вашего организма и ваших сосудов, соответственно, противопоказаний к спорту может быть много, для каждого заболевания свои противопоказания, при ряде некоторых заболеваний некоторые виды спорта могут даже быть очень опасными, например, человек с аневризмой сосудов головного мозга или отслойкой сетчатки при занятиях боксом это все может привести к летальному исходу, именно поэтому при покупке абонемента и при вступлении в ту или иную программу обязательно нужно обратиться к врачу, это не просто формальность для того, чтобы вам дали справку какую-то там быстренько написанную, а это главная задача выявить у вас те или иные заболевания и отклонения, которые могут быть противопоказанием к занятиям тем или иным видам спорта. Спорт и регулярные физические нагрузки это очень хорошо, они должны вам помочь стать красивым, активным, выносливым, с хорошим уровнем тестостерона, внимательным, трудолюбивым, любвеобильным. Спорт может оградить вас от многих заболеваний, но подходим ответственно. Я советую всерьез всем людям, кто занимается спортом, пройти хороший чекап и соответственно приступать к занятиям именно под надзором тренера, хорошего профессионального тренера. Это все-таки убеждение, особенно если вы хотите участвовать в каких-то мероприятиях спортивных, соревнованиях, турнирах, для того, чтобы правильно рассчитать физическую нагрузку. Следить за питанием. Я тоже сегодня про это много говорила, а то получается мы спортом занимаемся, а едим все подряд, пакуем. и это конечно печально, если особенно еще и алкоголь употребляете, это прям очень-очень печально. Ну и конечно же помнить про витамино-минеральные дефициты. В нашем организме к большому сожалению витамино-минеральных дефицитов много, поэтому меня долгое время спрашивали Ольга Викторовна, как же нам можно восстановить потенцию специально для мужчин, я сама лично для мужчин, разработала препарат мужская мощь доктора Ольга Придухина. Соответственно повышает потенцию, улучшает либидо, профилактирует сексуальные дисфункции, потрясающим образом влияет на ваши сперматозоиды и повышает уровень тестостерона. В своем составе содержит цинк, селен, витамин С, витамин Д3, натуральный экстракт джиншеня и ее химбина, которые являются природными афродизиаками и оказывают воздействие с первых дней приема. Принимать по одной капсуле два раза в день, баночки хватает на курс на месяц, также можно за 30 минут до полового контакта принять дополнительно капсулу для самых мощных результатов. Очень рекомендую абсолютно натуральный состав, не содержит тяжелых металлов, красителей, ароматизаторов, фенолов, поэтому можно принимать регулярно и длительно для достижения самых хороших результатов. Я вам крайне рекомендую, пробуйте, заказать можно по ссылке, по QR-коду, также будет в описании под этим видео ссылочка, переходите, заказывайте и ощущайте самые сильные эффекты, будьте здоровы и с хорошей потенцией. Пока-пока, следуйте всем рекомендациям и совсем скоро мы с вами встретимся. Пока!